физкульт привет друзья и ученики сегодня покажу вам свою тренировку ног точнее один из циклов а вы знаете что я тренируюсь по периодизационному циклу в котором я постепенно на каждой новой тренировки для отдельной группы мышц прокачиваю все три мышечных волокна а вы знаете если делить классификацию на гликолитические окислительные промежуточные что нас три типа мышечных волокон так вот на каждой новые тренировки на одну и ту же мышечную группу я чередую тренировки тренирую я и силу и массу и выносливость также работаю как вы знаете кто следит за моим творчеством и на укрепление связок и на скорость сегодня мы с вами посмотрим мою силовую тренировку по крайней мере так было запланировано но не все пошло так как должно было пойти не знаю почему во первых скорее всего потому что накануне была тяжелая игра вы знаете я играю в американской хоккейной лиги в ротарем и была реально очень тяжелая игра я никогда так не уставал вышел как будто не со льда а из бассейна вылез весь был просто мокрый естественно было утомление в квадрицепсе в ногах и несмотря на это решил все таки провести на следующий день силовую тренировочку решил поработать сегодня на два три повторения и примерно со 180 190 килограммами посмотрим как пойдет тот кто давно тренируется знает что это все зависит от очень многих факторов как выспался как не выспался как ел а накануне еще такой недуг со мной случился и как назло не было обезболивающих дома начал снова расти зуб мудрости и с правой стороны он у меня врастает в челюсть боли были адские не знал что делать в итоге взял кусок льда и в течение 60 минут просто замораживал челюсть чтобы как-то снять боль почему я тренируюсь по операционному циклу я уже говорил что это единственно верный путь тренинга и в первую очередь для натурального тренинга только так вы будете уверены что не переутомляете свою центральную нервную систему будете уверены в том что качественно грамотно прорабатываете все типы мышечных волокон гликолитические окислительные промежуточные и это что самое главное не утомляет центральную нервную систему это заставляет нас постоянно находиться в тонусе и у меня уже почти 30 лет тренировочного стажа но каждую новую тренировку я жду с нетерпением любая линейная нагрузка как и на примере с классическим кардио говорил очень быстро утомляет центральную нервную систему замедляет метаболизм замедляет любой прогресс и это нехорошо в принципе даже просто для здоровья когда вы циклируете нагрузки то ваш организм каждую новую тренировку воспринимает по-новому он не может угадать предугадать что будет это также важно и для того чтобы больше нервных окончаний включал в работу организм а чем больше нервов задействовано тем больше мышечных волокон задействовано только так можно тренироваться и быть уверенным что вы будете постоянно прогрессировать постоянно и в силовых и в массе и выносливости а вы знаете что тренинг на выносливость это тоже не кардио ни в коем случае не тренировка сердца сердечно-сосудистой системы нет тренинг на выносливость это тренинг определенным образом на увеличение в мышечном волокне митохондрий для того чтобы как раз таки не задыхаться нужно нет такого понятия дыхалка кому интересно можете посмотреть мои видео почитать мои статьи о том как правильно грамотно тренироваться на выносливость но вот пока мы с вами дискутировали я плавно подошел к первому подходе q рабочему одеваю замки обязательно чтобы снизить риск травмы когда такие веса если чуть-чуть даже будет перекос на штанги то это может очень негативно сказаться на технике вы знаете что техника это наше все ни в коем случае нельзя пренебрегать техникой я еще не знал насколько смогу присесть и и первый мой рабочий подход получился на три повторения вообще я планировал делать сегодня пять подходов в принципе я их так и сделал но что удивительно последний мой пятый подход был крайне шокирован для меня почему потому что если первые четыре я делал на 3 2 повторения тот пятый подход у меня получилось сделать на 7 повторений возможно потому что здесь я снимал просто как бы стационарное видео не было можно сказать зрители до внешних раздражителей а пятый подход я решил выложить в инстаграм сразу попросил жену и не знаю невероятно откуда появились силы я чувствую что могу сесть и 3 и 4 и 5 и шестой и седьмой раз седьмое повторение то есть в итоге у меня получилось 7 повторений в последнем пятом рабочем подходе хотя казалось бы наоборот утомление должно нарастать кстати я заметил у себя такой принцип уже не раз не только в силовом тренинге что у меня появляется больше силовой выносливости и в последнем рабочем подходе я могу сделать реально больше повторений и я теперь специально к примеру даже когда тренирую гликолитические мышечные волокна первые два-три подхода рабочих я все равно оставляю про запас где-то два минимум одно повторение а вот в последнем уже рабочем подходе беру и веса естественно больше и получается сделать большее количество повторений удивительно тем более уже с таким стажем тренинга но чем больше живешь чем больше тренируешься развиваешься узнаешь много нового и естественно я стараюсь делиться со всеми вами этими секретами кстати по поводу пояса потому что я один из подходиков сделаю с поясом но это не тяжелоатлетический пояс а матерчатый я в принципе их использую для сохранения тепла и кто пытается меня постоянно уличить особенно там в инстаграме мне пишут что я всегда говорю что пояс не нужен а сам с поясом друзья пояс не нужен если вы приседаете свыше трех повторений когда вы приседаете на два на три повторения то пояс нужен во все другие разы и ситуации пояс действительно лишний нужно укреплять мышцы кора а пояс действует в обратном направлении он их расслабляет и не уподобляйтесь тем дурачкам которые оденут пояс и всю тренировку ходят с этим поясом друзья это просто смешно ну и не говоря уже о том что вы вредите сами себе кстати не забывайте что у меня межпозвоночные грыжи протрузии пока я слушал врачей всяких умников о том что делать что не делать что ни в коем случае нельзя делать экстензии гиперэкстензии я и мне становилось только хуже и хуже пока я сам не занялся этим процессом не изучил все что только мог не понял что только укреплением только гиперэкстензиями и только экстензиями плюс специальной гимнастикой из йоги можно восстановить себя что я в принципе и сделал и успешно вернулся сейчас и приседаю и тяну за 200 так что врачи врачами но я вам скажу откровенно врачи в россии современные к сожалению не понимают о чем по крайней мере это то что касается лечения профилактики болей в пояснице и различных протрузий и грыж к сожалению это факт есть конечно специалисты но их можно посчитать на пальцах одной руки на всю страну мне большинство да что большинство практически все кроме одной старой еврейки говорили что нельзя ни в коем случае больше вообще ничего делать лежать чуть ли не только и умереть выкопать себе могилу и закопаться и только она одна сказала что раз у меня стаж тем более такой большой мне просто необходимо продолжать и приседать и делать тяги естественно говорит убери максимально веса а потом через какое-то время будешь потихонечку их поднимать что я и делал вы это все видите в моих видео роликах и у меня есть четыре статьи посвященные проблемам с позвоночником настоятельно всем рекомендую их изучить и тем у кого есть проблемы и самое главное тем кто хочет их избежать друзья тем умником кто заметил что я не доседаю да действительно я в этой тренировке не доседал но я уже говорил почему были факторы я не выспался у меня была серьезная игра до этого но если кто-то хочет меня покритиковать пусть сначала тоже возьмет такой вес поприседает пришлет видео и потом скажет мне что я не доседаю да лучше садиться ниже садиться глубже это я признаю и мой присед сегодня был не идеален вот четыре подходе к я сделал и решил сделать еще запланированный пятый подход но убрать цепи потому что немножечко подустал чувствую что силы покидают и отдыхал я между каждыми подходами 3-6 минут специально засекал перед последним пятым подходом я отдохнул 6 с половиной минут сейчас вы его увидите извините видео будет вертикальное потому что здесь я его уже не снимал а выложил и снимал на телефон точнее жена снимала когда я делал а еще один подходник сделаю его вы увидите в инстаграм здесь я уже все заканчиваю и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok